сегодня вы узнаете сколько же денег мы потратили на ремонт прихожей на нашей съемной квартире а еще бонусом будет информация о том во сколько бы это нам обошлось сейчас вы просили мы сделали вот так наша прихожая выглядела с самого начала когда мы сюда заехали сразу поклеили обои и кинули дешевый линолеум на пол в остальном тут все осталось неизменно старые плинтуса страшная входная дверь задачи которые мешаться неорганизованное открытое хранение хорошего мало это полное видео от начала и до конца ремонта с подсчетом всех затрат я катя панкова и мы начинаем убираем все лишнее начинаем конечно же с демонтажа избавляемся от старых обоев которые когда-то мы клеили продолжаем вооружаемся ломом и давай все ломать старые наличники мы будем менять и преображать дверной проем напольные плинтусам мы также заменим на новые и красивые скажите пожалуйста я одна в шоке от того как продвинулись технологии за последние 10-15 лет доставка еды бесконечная музыка у вас в кармане обучение любому делу не выходя из дома и многое другое помню в детстве мне родители давали деньги на карманные расходы и я копила их собирая в керамическую свинку теперь это не только бессмысленно но и не выгодно ведь на мой взгляд есть замечательный финансовый инструмент для вашего ребенка такой как дебютовая карта от тинькофф джуниор для детей до 14 лет с этой карты вы сможете давать деньги ребенку на карманные расходы и быть уверенным что он их не только не потеряет но и не купит что-то не то детская карта тинькофф джуниор позволит вам вознаграждать ребенка за выполненные задания а также научит финансовой грамотности при помощи детского банковского приложения а чтобы заинтересовать ребенка к обучению финансовым в тинькофф джуниор есть счет копилка прекрасной мотивации чтобы начать откладывать деньги на желаемую вещь также ребенок получит до 30 процентов при покупках по спецпредложениям 2 процента за покупки в интернете и 1 процент за все остальное один бонус равен одному рублю копишь баллы и оплачиваешь ими свои покупки а самое главное что карта с бесплатным обслуживанием и даже с бесплатными смс уведомлениями отратах вашего ребенка современном мире без финансовой грамотности ну просто никуда и как здорово что теперь можно обучать этому своих детей самого юного возраста так что переходите по ссылке в описании и оформляйте карту тинькофф джуниор прямо сейчас вторую дверь паша выносит она всегда была в открытом состоянии лишь место занимает сперва хотели просто снять старые наличники и как-то заделать проем накладками или еще чем но посоветовавшись решили вырвать этот страшный дверной проем только лишних проблем бы он нам добавил ну что ж в израиле возвращаемся к работе со стенами на очереди грунтовка у нас была бетонная смесь решили ей худо-бедно заделать порожек прям худо и бедно как вышло купили небольшое количество штукатурки для особо крупных дефектов штукатуркой обрамляем дверной проем той же смесью заделываем все выбоины в стенах трещины заделали специальной шпатлевкой и серпянкой но скажу наперед не помогло появилась мелкая сеточка пока сохнут стены зачищаем дверной проем в кухню дверь в комнату я переделывала давно не приклеенные самые дешевые молдинги от которых нужно избавиться да и дверной полотной я хочу прикрасить в цвет стен а и и и и и и Стены уже высохли, можно шпатлевать. Выводить стены в идеал мы даже не собирались. Просто сделаем так, чтобы визуально они были гладкими и ровными. Редактор субтитров А.Семкин Шпатлевать непросто, но вот самое ужасное начинается после шлифовки. Решили также сразу зашлифовать и запенить дверной проем. Редактор субтитров А.Семкин Стены практически готовы к покраске. Осталось загрунтовать. А пока сохнет грунтовка, мы покрасили потолок, который, спойлер, решим в дальнейшем перекрасить в другой цвет. И, наконец, покраска стен. Выбрали приятный бежевый оттенок. Так как мы зависели от выхода серии, многие действия были непоследовательны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Коробку дверного проема в кухню мы немного доработали деревянными уголками. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А вот второй слой линолеума очень старый и приклеенный. Пришлось повозиться. Теперь еще и нужно зачистить бетон от ворса и остатков клея. А дефекты в бетоне мы заделали специальной ремонтной смесью. И, наконец, можно укладывать новый линолеум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь в комнату покрываем грунтом в надежде на то, что не будет видно следов от старых молдингов. Но не тут-то было. Пришлось все зашпатлевывать и снова шлифовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те двери и проемы я перекрасила в цвет стен, чтобы они не выделялись. А то наша прихожая – это сплошные двери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрамляем дверной проем в кухню плинтусами из дюрополимера. Это ударопрочные плинтуса, можно не бояться сломать их случайным движением. Такие же плинтуса мы устанавливаем и на полу. Все окрашено в один цвет, чтобы не привлекать внимание к неровностям стен и каким-то еще дефектам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Шпатлевка, конечно, творит чудеса! Работы в одной части прихожей окончены. Мы имеем чистый лист, который можно будет заполнять декором. Переходим к входной группе. При входе у нас шкаф с антресолью и нишей. Тут полный бедлам. Нужно организовать хранение. Для начала освобождаем все из шкафов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так-так-так-так... Что за черт? Ой, реально черт. Ты куда революбитет понесла? На помойку. Да, в нишу у нас хранятся книги от хозяев квартиры. Их решили убрать в икеевские сумки, чтобы не пылились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я зашпатлевала самые большие впадины. Чтобы уж не совсем так страшно было. Дверные проемы зачищаю от краски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покрываю все стены адгезионным грунтом, чтобы в дальнейшем потратить меньше краски. Да и держаться она будет лучше. Крашу стены все той же краской, которой окрашены все стены в прихожей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пол мы тут тоже слегка преобразили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь и книги можно поставить на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верные проемы мы решили закрыть фанерой, чтобы скрыть этот срам, да и укрепить конструкцию. Фанеру мы не покупали. Это остатки от прошлых проектов, которые могли бы пойти в утиль, а тут пригодились такие узкие полоски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фанеру крепим на саморезы и клей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все швы, конечно же, нужно зашпатлевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас получился большой перепад на стыке фанеры и откоса. Его мы заштукатурили, чтобы сгладить этот переход. Получилось неплохо. Из ЛДСП и деревянных уголков мы сделали полочки, которые я тоже крашу в основной цвет. Раньше на антресоле у нас лежало огромное количество коробок с обувью. Теперь вся обувь в двух больших коробках, а одежда и всякая мелочевка в сумках. Также в шкафу повесили штангу для вешалок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В нишу удалось установить стеллаж, на котором разместилось огромное количество материалов для работы. Редактор субтитров А.Егорова Чтобы не было видно стеллаж, мы закроем его шторкой. Это шторка для душа, если что. И теперь в этой нише помещаются и материалы для работы, и часть одежды, и даже пылесос. А в шкафу на полочках я разместила корзины с шарфами и шапками. Всякие мелочи и тут висит одежда на каждый день. Продолжаем работу с входной группой. На очереди дверь, которая очень нуждается в переделке. Для начала избавляемся от старой обивки. ДВП тоже снимаем. Чтобы избавиться от лишнего шума в коридоре подъезда, мы решили сделать шумоизоляцию двери. Используем для этого евроблок. Такой метод сработал и мы оградили себя от посторонних шумов и соседей в том числе. В качестве дверного полотна с внутренней стороны у нас будет тонкий лист МДФ с ламинацией. Нужно его распилить в размер дверного полотна. Перемещаемся в квартиру и тут начинается самое интересное. Декорировать дверь буду молдингами, поэтому на полу делаю разметку для них. Полотно мы сажаем на клей и саморезы. По периметру крепим к металлическому каркасу, а по центру попадаем четко в деревянные балки. Сразу устанавливаем новую ручку, чтобы дверь случайно не захлопнулась. На торцовке я быстренько распилила необходимое количество молдингов. Для декора двери используем также ударопрочные молдинки из дюрополимера. Сразу же распилили и напольные плинтуса, которые будут использованы в этой зоне прихожей. Приклеиваем молдинги к двери на жидкие гвозди. Дорабатываю все щели шпатлевкой, так будет гораздо аккуратнее и целостней. А отверстия от саморезов обязательно зашпатлевываю. Дверной проем мы тоже доработали молдингами. Дверь в Франкенштейн получилась. Но и это еще не все. Нужно ведь закрыть шляпки саморезов по периметру и, собственно, отрез листа МТФ. А закрывать мы будем пластиковыми уголками. Можно было бы, конечно, использовать металлические уголки, но мы решили сэкономить. Вот мы и подготовили дверь к покраске. Осталось лишь заклеить скотчем, что не должно быть окрашено. Первым слоем обязательно идет адгезионный грунт. Именно грунт Зинсер подходит практически для всех поверхностей, поэтому им я покрываю и дверное полотно, и металлический каркас. Ну и самое приятное, грунт быстро сохнет. Наносить цвет можно уже в этот же день. Цвет для входной группы мы выбрали яркий. Это терракотово-красный оттенок. Скажут, в белом цвете было лучше. Не всем этот цвет пришелся по вкусу, но мы ни капельки не пожалели о своем выборе. В межсезонье этот цвет добавляет красок, летом будет выглядеть сочно, а зимой это же цвет Нового года, представляя, как будет смотреться на этой двери новогодний венок. В такой цвет мы красим всю входную группу, тем самым делим прихожую на две зоны, проводя четкую границу. Не бойтесь ярких цветов прихожей, это проходная комната. Если душа требует экспериментов, тут самое место. Во входной группе не хватает дверей для шкафов и антресоли. Мы сделаем их из МДФ. Распиливаем в размер, хоть в размер попасть было очень сложно. Проемы неровные, как и все в нашей прихожей. Выбрали именно МДФ, потому что это самый оптимальный вариант. Качественнее, чем ЛДСП, но дешевле, чем фанера. Обязательно шлифуем, хорошенько обрабатывая торцы. МДФ нужно загрунтовать, так как я буду красить ее обычной интерьерной краской. Дверцы я покрывала в два слоя с межслойной шлифовкой. Пока дверцы сохнут, Паша приклеил напольные плинтуса, которые я заранее покрасила. Устанавливаем дверцы на место. Получилось не без эксцессов. Мы перепутали дверцы и поняли это уже, когда установили одну дверь. Пришлось перевешивать и, как следствие, на лицевой части у нас прекрасные отверстия от сморезов. Тут можно было бы расстроиться и поплакать, но это не про нас. Заделываем отверстие шпатлевкой, после подшлифуем и подкрасим. Дело в том. Главный житель этой комнаты доволен изменениями, ну а мы продолжаем. Нужно ведь наполнить прихожую уютом. Ни одна прихожая не обходится без обувницы. Наше не исключение. Раньше это было вот так, но это никуда не годится. Давайте исправлять. Обувницу мы решили сделать своими руками. Да не простую, а с изюминкой. Основной изюминкой являются, конечно же, фасады. Дверцы в виде двух арок, а сверху выдвижной ящик для всякой мелочи. Поставим мы нашу красотку на тонкие деревянные ножки. Давайте приступать к работе. Как всегда, начинаем с распила материала. Столешницу мы решили сделать из очень старого куска фанеры толщиной 18 мм, который завалялся у нас в мастерской. Зачем добру пропадать? Пока это может показаться странной затеей, но после обработки никто и не скажет, что столешница была сделана из этого. Каркас мы тоже решили сделать из фанеры толщиной 16 мм. Выбрали фанеру, потому что соединять будем на косой шуруп. Это соединение идеально для дерева и фанеры, но не подходит для МДФ и ЛДСП, например. А вот фасады будем делать из МДФ. Вы же помните, что они у нас будут непростые. МДФ очень податлив при обработке, идеален для фрезеровки, а стоит дешевле, чем фанера. На каждый фасад мы распиливаем по две одинаковые детали из МДФ толщиной 12 мм. Впоследствии мы их склеим и получится толщина 24 мм соответственно. Но обо всем поэтапно. Фасад выдвижного ящика можем склеить сразу, тут дополнительная обработка не нужна. Пусть сохнет, а пока займемся дверцами. Вы ведь все еще помните об арках на дверцах? Нам нужно их вырезать. Черчу арку на двух деталях для дверей. Решила вырезать лобзиком, побоялась сразу фрезером. Сейчас бы я уже смело взяла для этого дела фрезер и погружную пилу. Вот что у меня получилось. Кривовато, согласитесь. Вторую заготовку я уже вырезала пилой и лобзиком. Теперь нам нужно сделать эти две заготовки одинаковыми. Для этого прохожусь копировальной фрезой со всех сторон. Когда заготовки стали одинаковыми, можно скруглить арки. Скругляю специальной фрезой с копировальным подшипником. После фрезера нужно еще обязательно зашлифовать срез. Можно склеивать детали. Приклеиваем деталь с рамкой к заранее заготовленной. Пока сохнут дверцы, Паша сделал отверстие в боковых стенках каркаса для будущих полок. А также просверлил отверстие под косой шуруп. Займемся столешницей. Я хочу задекорировать столешницу фигурной раскладкой. Распиливаю на торцовке детали и приклеиваю их к торцу столешницы с трех сторон. После высыхания клея заполняю все щели двухкомпонентной шпатлевкой. Дверцы уже склеились, их нужно доработать. Для начала выравниваю торцы копировальной фрезой. А с одной стороны торец я закругляю. Это необходимо для того, чтобы у опухницы были обтекаемые формы. Примеримся, уже что-то вырисовывается. На фасаде выдвижного ящика торцы я скругляю уже с двух сторон. Пришлось доработать торцы еще и шпатлевкой. После высыхания шпатлевки, конечно же, нужно все зашлифовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдвижной ящик мы оставили напоследок, ждали погружную пилу. При помощи пилы мы можем сделать пазы для вставки дна. А вот дно ящика будет из листа ДВП. Проверим? Все сходится. А это значит, мы подготовили все детали к покраске. Красить буду любимой краской мебели дерева от Дюлакс. Мы подобрали очень приятный оттенок голубого. Это грунт краска, так что предварительная грунтовка нам не нужна. Наносим сразу цвет. Достаточно двух слоев краски с межслойной шлифовкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока сохнет краска, займемся декором дна ящика. Он тоже будет непростой. Обклеим дно красивыми обоями. Мы подобрали обои, в которых сочетались бы все оттенки нашей прихожей. Но, конечно, обои были куплены не только для ящика. Чуть позже мы снова их используем. После высыхания в качестве защиты я покрыла обои лаком. Также лаком покрываю и столешницу. Краска не предназначена для горизонтальных поверхностей. Нужна дополнительная защита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть не забыла про ножки. Я купила готовые деревянные ножки, но дерево нуждается в защите. Использую свое любимое твердое масло от Биофа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все детали подсохли. Наконец, приступаем к сборке. Первым делом мы установим направляющий для выдвижного ящика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем отверстие под петли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мне не терпелось уже собрать. Брать ящик. Как я говорила ранее, собирать будем на косой шуруп. Мы используем оригинальный кондуктор Крэг и фирменные шурупы. Но знаю, что продаются аналоги подешевле. Решили сразу просверлить отверстие под ножки. Сверлю насквозь, чтобы потом соединить ножки при помощи забивной гайки. Теперь собираем каркас. Также на косой шуруп, без клея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно установить на место дверца. Проще всего это делать на полу или на столе, а не на весу. Мы на финишной прямой, пора прикрутить ножки. Теперь, когда обувница стоит, примеряем и притягиваем фасад ящика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось прибить заднюю стенку. Она у нас из ламинированной ДВП. Укутываем обувницу в пленку и везем домой. Уже дома устанавливаем на место ручки. Для полок мы купили специальные полкодержатели. А чтобы наша обувница всегда была в чистоте, на каждую полочку я кладу коврик с сотами. Вот такая обувница у нас получилась. Мы подходим к завершению ремонта. Осталось доделать всякие мелочи. Например, установить потолочный карниз. Это было, ой, какое непростое занятие. Попробуй, состыкуй эти углы, когда они все разные. Под карниз мы спрятали провод от интернета, предварительно покрасив его в цвет стен. Маскировка. Еще мне приспичило перекрасить потолок. Покрасили мы его в цвет стен, чтобы скрыть все неровности. Теперь мне очень нравится. Конечно же, в новый прихожей нужен новый светильник. Это самый простой икеевский светильник. Мне кажется, сюда он отлично вписался. Определенно, нам не хватает зеркала. Мы купили дешевое зеркало в раме, но хотим его преобразить. Склеили два слоя МДФ толщиной 12 мм. Это будет наша подложка. При помощи фрезера сверху вырезали арку. Эта арка будет перекликаться с обувницей. Снова при помощи фрезера сделали фигурную окантовку по всему периметру подложки. Крашу подложку все в тот же голубой цвет. Помните, я говорила, что мы еще используем обои? Приклеиваю их на клей для обоев. После высыхания клея можно приклеивать зеркало, раму которого я предварительно покрасила. Вот и все, зеркало готово. Давайте поставим его на место. Да, именно поставим, потому что на эту стену нельзя повесить ничего тяжелое. Хотя именно на стене оно, конечно, смотрелось бы лучше. Рядом с зеркалом я устанавливаю вазу с сухоцветами. Нет, этот букет не снесла собака. И нам он тоже не мешается. Для Таси мы сшили новую лежанку. Спустя некоторое время она все-таки прижалась. Спит на ней до сих пор. Ну и разбавим все декором. Да, этот постер я пока до сих пор не заменила. Ищу подходящий. На ремонт в прихожей мы потратили 61 тысячу рублей. Как вы видели, мы все делали своими руками вплоть до мебели. И это все по старым ценам. Сейчас бы такой же ремонт нам обошелся уже вот в такую стоимость. Как-то так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok